Территория хорошего настроения. Это про набережную речного Барнаула. Важно улыбаться и быть вежливым, музицировать, разделять стекло от пластика, а еще убирать экскременты со своими питомцами. Мы решили проверить, так ли это все сегодня. Четыре года назад набережная заметно изменилась. Но ее преображение потратили 180 миллионов рублей. Сегодня это место точка притяжения горожан. И все бы хорошо, но есть камень преткновения. Общественные туалеты. Тогда на их оборудование и благоустройство потратили 3,5 миллиона. Но спустя год после строительства люди прятались в кустах. В 6 часов вечера туалетные кабинки были на замке. В 2019 году в мэрии нам сообщили, что биотуалеты сданы в аренду индивидуальному предпринимателю. Но уже в следующем сезоне было решено взять их под контроль муниципального предприятия. Сегодня жители Барнаула готовы сами рассказать, как выглядят уборные. Они неухоженные и неприлично. Пускай он был бы платный, он был бы как бы чистый. Ой, там очень блеск. Фу, там что-то воняет. Воняет? Да. Бесплатный туалет на набережной есть. Здесь две кабинки, одна закрыта, а эту мы вам показывать не будем. Тут кто-то промахнулся. В конце набережной есть еще кабинки. Отправляемся туда. Внутри раковина, но воды нет, как и бумаги. Зато стоит крепкая зловония и железный замок. Наверное, вы заметили, что второй туалет всегда для инвалидов. И здесь, как и там, он всегда закрыт. Вывод прост. Санитарные нормы нарушены. В документе СанПин указано, в туалетных кабинах должна быть туалетная бумага. А еще крючок для одежды и мыла. Важнее только чистота. Поэтому мы решили узнать, а вообще, какой он идеальный туалет для Барнаульца. Он должен быть без запаха. Чистым. Био, наверное. Туалетная бумага, чтобы была. Чтобы раковина была. Мыло. Зеркало, в лучшем случае, еще. Как в изумрудном, в общем. Территория хорошего настроения сегодня, похоже, держится на улыбках людей. Это первый пункт. О других говорить не будем. Важно разобраться с туалетами. Ведь, в конце концов, набережная является частью туркластера. И зловонные кабинки явно портят его имидж. Чтобы прояснить детали, редакция толка отправила запрос в мэрию. Мы продолжим следить за этой темой. Анастасия Наборщикова, Андрей Печоркин. День с толком.